Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл обзоров HyperOS на различные смартфоны Xiaomi. И сегодняшним нашим подопытным будет Poco X3 Pro. Тот аппарат, на который разработчики не особо выпускают прошивки, еще начиная с 2022 года. И потому мы решили этот аппарат немножечко прокачать, улучшить и посмотреть, как же он вывезет новую оболочку и что за этим будет стоять. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе горяченький чаек и мы с вами начинаем. Что же, Poco X3 Pro, наверное, самый хайповый, самый интересный аппарат 2021 года. Но вот разработчики его, начиная с 2022 года, начали обделять обновлениями. Но справедливости ради сказать, что MIUI 14 на него можно поставить с помощью Mi Flash. И это лишь только можно сделать с помощью компьютера. Увы, разработчики сделали такую историю. Но если, допустим, у вас разблокированный загрузчик, вы хотите попробовать новую HyperOS или же нашу XTB HyperUI, то вы можете это сделать уже сегодня. Что в целом представляет собой новая прошивка? Во-первых, давайте начнем с самого первого интересного, это рабочего стола. Многих в оригинальном MIUI расстраивает тот факт, что там установлен Poco Launcher. И почему всех это расстраивает? Да потому что он урезанный максимально. Там нет никаких новых фишек. Он, ну, не совсем оптимизированный, скажем так. И он, в принципе, обделен там многими моментами. Если вы ставите там порт, кастом или еще что-то, вы получаете однозначно MIUI Launcher. И вы сейчас можете это наблюдать на своих экранах. Конечно же, у вас по умолчанию будет доступно и вид недавних, и там показывать состояние памяти, ну и тому подобное. Плюсом, вы еще можете тут поиграться с настройками анимации. Либо же там плавно, либо еще как-то. Но вот, допустим, если мы смотрим вот тут, то это плавно, баланс или быстро. Но вот я, допустим, использую на балансе, потому что это очень хорошее соотношение для этого смартфона. Если вы любитель настроек, то, конечно, вы можете поиграться и с панелью поиска, и с поставщиком поиска, ну и тому подобным. Кроме этого, экран слева у нас также имеет кастомизацию. Либо же это лента виджетов, либо же это Google Discover. Что же касается ленты виджетов, то давайте сразу этот вопрос с вами и рассмотрим. Это еще одна особенность всех вот этих прошивок. Получается, в оригинальных у нас MIUI 14 Global, MIUI 13 Global, как бы старые виджеты. И многие хотят попробовать новые виджеты на своем устройстве. А поскольку это пока фон, поскольку у него пока лаунчер, то как бы эта вся история очень-очень далека от этих устройств. Но вот, опять же, как я уже сказал, порты и кастомы, пожалуйста, вы можете поставить новые виджеты на это устройство. И плюсом тут еще будет то, что много приложений с виджетами поддерживаются. Допустим, вот откроем с вами безопасность и получаем тут разные виджеты, которые вы можете применять на рабочем столе. И эта вся история будет, конечно же, рабочей. Ну что же, давайте теперь немножечко про HyperOS или HyperUI поговорим на примере этого аппарата. Однозначно тут стоит сделать акцент на том, что аппарат работает под управлением 14-го андроида. Ну потому что, в принципе, сейчас все актуальные HyperUI, они под управлением актуальной версии зеленого робота. Ну и, кстати, X3 Pro нормально таки справляется с этой задачей. Хотя ходят разные слухи, что как бы он на глобальной прошивке может получить только лишь Android 13-й. И как бы 14-го его не видать. Но тут уже как бы поживем и увидим, и посмотрим, что нас будет ожидать в реальности. Говоря же про все фишки, которые нам доступны, я хотел бы отметить следующие моменты. Первое, это то, что есть у нас такая история, как взаимодействие. Эта тема лишь только для тех владельцев, у которых есть планшет, смартфон, ноутбук, телевизор от компании Xiaomi, которые вы можете соединять воедино. Ну такая, скажем, кросс-платформа. Следующая история, которая также есть в этой прошивке, это рабочий NFC. Как вы понимаете, разблокировка загрузчика, танцы, пляски с модулями и тому подобным лишают вас рабочего модуля NFC. Тут же он присутствует. Расположение элемента безопасности в настройках есть. Есть бесконтактная оплата в плане настроек также присутствует. И вы все это можете очень гибко настроить. Самое интересное и самое, наверное, ожидаемое у многих пользователей, это персонализация. Ну или же кастомизация. Если мы с вами рассматриваем X3 Pro, то, как вы знаете, у него IPS-экран, то есть не AMOLED. Но опять же, в настройках справедливости радиоактивный экран есть, но он работать не будет. Потому что это портированная прошивка. И я на этом делаю определенный акцент. Что касается кастомизации, она у нас рабочая, все полноценно открывается. И вы можете выбрать любой стиль и, соответственно, с ним поиграться и с ним поработать. Вот, пожалуйста, мы сюда нажимаем и вуаля, играемся так, как мы с вами хотим. Ну, то есть, как бы на этом аппарате, как вы можете заметить, хоть он там 21 года, хоть он там, допустим, имеет определенные моменты и сложности в плане официальных обновлений, тут на кастомах и на портах с ним все очень и очень прекрасно. Потому, если вы любите все вот эти вот движения в плане кастомизации, это отличный вариант для вас. Конечно же, присутствует еще много дополнительности в плане у нас там меню питания, двойное касание, вид анимации и зарядки, конечно же, у нас присутствует поток, свечение, волна. Ну, то есть, если вы любите кастомизации и тому подобное, то, конечно же, вся эта история для вас. Теперь хотел бы отдельно остановиться на разделе, который называется у нас дисплей яркость. Получается, в прошлых там релизах были некоторые вот у нас проблемы в плане автояркости, что когда у нас автояркость была включена и мы хотели там как-то поиграться с яркостью, мы когда поднимали ее вверх, у нас аппарат зависал и перезапускался. В этом же релизе все было устранено и все работает, как видите, как часики. Конечно же, работает 120 Гц по умолчанию и вы можете пользоваться этим на повседневе и вообще никаких проблем в этом вопросе не будет. Также вы можете заметить, что прошивка локализирована и да, это также есть такой некой визитной карточкой нашей прошивки. Нажимаем языки, допустим, и тут полная мультиязычность у нас присутствует, потому на любой вкус вы сможете найти себе язык. Еще одна история, о которой хотелось бы поговорить, это, конечно же, рабочая шторка. Она у нас по умолчанию и вы можете уже сейчас воспользоваться всеми этими преимуществами, плюсами, ну, как хотите, так и называйте. Ничего дополнительно ставить не нужно, все работает, как говорится, по умолчанию. Ну и плюсом еще является то, что у нас есть такой ползунок настроек. Мы на него вот тут нажимаем и попадаем в главные настройки. То есть вам не нужно будет устанавливать там кучу каких-то приложений, ну или же в принципе там какие-то приложения, чтобы получить себе вот этот ярлычок в настройке шторки. Ну, то есть, как по мне, глупо как-то забивать аппарат какими-то приложухами, чтобы получить доступ к этой одной штуке. Опять же, это все субъективно, возможно, кому-то это нравится, но у меня лично такое мнение. Ну и, конечно же, в этой еще прошивке присутствует куча обновлений стоковых приложений, начиная от погоды и заканчивая там галереей и, конечно же, камерой. Все работает как часы, не вылетает, полноценная работа гарантируется, ну и, соответственно, этой прошивкой вы можете пользоваться на повседневе. Если вы сегодня хотите прокачать, допустим, MIUI 14 Global, то вы можете сделать это с помощью нашего телеграм-канала. Там мы выкладываем актуальные версии стоковых обновлений, и уже сейчас вы можете и с вами MIUI 14 сделать HyperOS. Что же, друзья, вот такое сегодня получилось видео на примере Poco X3 Pro. Да, конечно, аппарат весьма интересный, я в этом видеоролике не затрагивал тему там прогара процессора, там всяких вот этих вот шуточек, которые по сети интернет блуждают, потому что я этого не понимаю. Аппаратом нужно пользоваться, не нужно там как-то на зарядке в него играть, там как-то его эксплуатировать выше его возможности, ну и, соответственно, так вы сможете сохранить его работоспособность. И вот если у вас телефон в работоспособном состоянии, вы хотите его улучшить, там прокачать и тому подобное, то вот как раз для вас кастомы порты, ну и наша прошивка XTB HyperUI позволит получить второе дыхание, ну или же там третье-четвертое дыхание для этого аппарата, ну и попробовать новые фишки уже сегодня. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите о них в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.